Приветствую, друзья! Кроме всевозможных ЦАПов, Duke Audio выпускает еще и усилители для наушников, причем в полностью балансной реализации. Сегодня мы поговорим о U5 Pro, созданном на матрице из OP42 и BUF634, с XLR входами и выходом, а также всеми любимым Пентаконом. При этом мощности аппарат выдает до 1.5 Вт на 32 Ома нагрузки, почти не греется, а питаться может в том числе и от павербанка. О нем сегодня и речь. Поехали! Упаковки у него как таковой не было, да и в комплекте шел лишь кабель питания. Его можно, конечно, заменить на классический уже блок, но в USB варианте мне видится гораздо больше различных применений. Дизайн тут предельно простой, со специальными ребрами на боковой части, маленькими ножками и указанием, что это именно Pro версия наверху. Да, есть куда более простой вариант данного усилителя на одном наборе операционников. По входам тут только благородный XLR. Выводится же сигнал на наушники в лице четырехконтактного XLR и Пентакон 4,4 мм. Возле которых видим светодиод и механический регулятор уровня, совмещенный с питанием. Все операционники внутри находятся в кроватках, однако трогать можно лишь OP42. В качестве альтернативы советуют OP17, AD797, AD843, AD847 и OP627. Их нужно по четыре штуки, так что поэкспериментировать у меня не получилось. Я брал всего по парам. Регулятор в принципе нормальный. На низкоомных наушниках слышен фон. Нагрева я особо не заметил, но по мощности здесь целых полтора ватта на 32 ома нагрузки. И это при питании от 5 вольт 1 ампера. Замеры я проводил только с Пентакона, поскольку четырехконтактный XLR не сильно распространен, включая даже студийную аппаратуру. В результате получил оценки либо очень хорошо, либо отлично. С легким разбалансом каналов, но изумительно ровной АЧХ. С наводками, но уровнем шумов до минус 144 дБ. Высоким динамическим диапазоном, гармоническими искажениями на минус 100 дБ, что соответствует примерно 0,003%. И интермодуляционными на минус 98 дБ. Да, это далеко не рекорд, но в принципе терпимо. На слух же вообще красота. Признаться, я никак не ждал тут подобного масштаба, динамики и разделения. Это может и хуже моего усилителя HO200 от SMSL, но лишь на чуть-чуть. Да, в паузах я слышу легкий фон, однако он меня не беспокоит. С учетом, что за 70 долларов мы получаем характер, сопоставимый с 300 долларовым аппаратом. То и звук здесь не просто хорош, а впечатляюще крут. Но есть один важный нюанс. Питание ему лучше дать чистая и с запасом. Я лично использовал Powerbank Basios на 22,5 Вт. Сцена тут прекрасно читается в глубину, у звука есть объем, насыщенность, драйв, вполне реалистичный вес и конечно мелодика. Скажу больше, U5 Pro, хотя и слегка раздувает масштаб, однако дает предельно естественное и очень комфортное восприятие всего аудиального полотна. Грамотно сочетая довольно глубокий заполняющий бас с частотой и пиучестью средних частот и капельку подчеркнутым верхом. Так что для нормального ЦАПа будет вам и легкость в построении образов и ощутимая энергетика и напор и чуть ли не флагманская аккуратность в передаче всяких утонченных моментов. При этом есть здесь как теплота и изысканность, так и явно выраженная техническая составляющая. То есть вообще без ограничений по стилической части. Слушайте хоть рок, поп и электронику, хоть симфоническую музыку, мудрёный джаз или сложные академические произведения. Совсем аппарат справится и все раскроет, какие бы наушники вы при этом не использовали. Вот тут лучше уточнить. Мощности у U5 Pro внушительные полтора ватта, а вольтаж так вообще уходит за десятку. Отчего громкости в нем не просто с запасом, а так сказать завались. А значит на характеристики наушников можно даже не смотреть. Сама же подача здесь ближе наверное к мониторной, но с полноценной мелодической частью, выразительностью и правильно переданными эмоциями. То есть звучание чуть ли не живое, с полнотой, отличным контролем и прекрасным балансом микро и макро элементов композиции. С экспрессией и тем самым аудиальным магнетизмом. Ничего лучше в данном сегменте я друзьям до сих пор не встречал. Докопаться тут естественно можно, было бы желание. Но с учетом портативных возможностей и понимания звука в целом, это прямо маленькое чудо. Плюс еще можно закупить предложенные производителем операционники на замену и получить, так сказать, целый вагон положительных эмоций. Просто изумительно, я друзья в полнейшем восторге. Подводя итоги, усилитель для наушников Duke Audio M5 Pro имеет довольно скромные габариты и вес, полностью балансную схему внутри, возможность замены всех операционных усилителей, богатый запас по мощности, еще более внушительный запас по громкости и, что важнее всего, возможность питать это через обычный павербанк. В качестве минусов отмечу легкий разбаланс каналов, не самые высокие характеристики, легкий фоновый шум и отсутствие ну хоть какой-нибудь упаковки. Звучит же аппарат чисто, четко, масштабно, с отличной мелодической частью, прекрасно переданными эмоциями, вовлеченностью и драйвом. У тембров есть вес, глубина и объем. Сцена прекрасна как в ширину, так и в глубину. С той самой насыщенностью и изысканностью в передаче образов. За свою цену это ну просто огонь. Полноценный взрослый звук без привязки к розетке. На этот раз Duke Audio меня ну очень приятно удивили. Я получил просто море положительных эмоций от тестирования данного девайса. А на этом у меня все. Это была модель Duke Audio Mu5 Pro. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем друзьям добра!